25 мая – последний звонок у школьников. Один из дней, когда торговать алкогольными напитками запрещено. По традиции, в такие дни по точкам торговли проводятся рейды с тем, чтобы выявить нарушителей. И вчера вечером, пока участники проверки собирались возле администрации, там произошла драка между нетрезвыми школьниками, разнимать которую пришлось сотрудникам полиции. И это самая показательная иллюстрация к тому, что закон о запрете продажи алкоголя в определенные дни введен не зря. В ходе рейда выяснилось, что в день последнего звонка пивом торговали практически все магазины розничной торговли, за исключением сетевых, а также к требованиям закона прислушались немногочисленные ответственные предприниматели. Далее без комментариев. Это вот Хахимов. Сегодня, вот сейчас молодежь выпила пиво, да, и они вот сейчас там подралисься. Около одни вестрации. Они уже неделю купили за мной. Нет, они сегодня купили, не говорят, где купили. Почему мы сюда приехали? Совести у вас нету, всего лишь навсего, совести нету. Мужчина попросил, я и продала, почему бы нет. Он стоял очень долго в очереди, между прочим, даже не там, где нужно было. Очень хотел выпить пиво. Умолял меня, ну дайте мне, пожалуйста. Вы обратили внимание, что сегодня целая очередь здесь была. Хотя, вы знали, что сегодня торговать нельзя? Девушка, как вас звать? Вы знали, а почему торговали пивом? А? Ну пивом, почему? Как вас звать? Александра. Александра. Почему? Хозяин вас заставляет торговать пивом или как? Или вы сами? Или вы не знаете? Ничего не будут говорить. А, ну это ваше право. Добрый день. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Отдел экономический безопасный. Полиция. Администрация. Продаем. Сигареты почему открыты опять? Вначале. У вас первое нарушение, собака открыт. Зафиксировано на видеокамерах. Да мы поняли тоже. Тоже поняли. Конечно. Три месяца назад мы у вас были, да? Деньжные средства вернулись. Индивидуальный предприниматель, да? В лице Кочного Сергея Владимировича. Мы зашли в магазин под названием «Клён», который работает круглосуточно. 25 января мы были в этом магазине, когда шел снег, когда был день студента. И сегодня последний звонок 25 мая. Мы опять находимся здесь, в этом магазине. Мы уже съемочку вели, когда было около 8 часов вечера. Ну, была большая очередь. Мы уехали по другим торговым объектам. Подъехали ближе к 11. Продажа пива продолжается. Я не знаю, почему вам господин Кочев не сказал, что можно торговать. У вас не является ваш объект объектом общественного питания. И вы продали пиво, целую бутылку пива. Миналиев, если вы являетесь пивбаром, она целая, упакована. Нет, она упакована. Попробуем. Она упакована заводская. Заводская. Это, говорится, идет розничная продажа, а не как предприятие общественного питания. Я просто... А, ну понятно. Да, вы поняли. Предприятие общественного питания нельзя так и не сказать? Да. Поэтому здесь ситуация как и модно. У нее такая на миске есть. Поэтому мы посмотрим, что скажет господин Кочев. Здравствуйте. Очень приятно. Мы с вами встречались и когда? Татьянин день. Да, 25 января. Сегодня 20... 25... Понятно. А сегодня что? Сегодня 25. 25 мая. Ну... Последний звонок. Ну... Торговать пивом нельзя. Да, мы не торгуем. Вы? Мы даем дегустировать. Да вы что? Бутылку пива продали на вынос. Прям запечатанную, прям фабричную. Да. Ну, общественность хочет, мы не против. Вы обещали, клятвенно, что вы торговать не будете. Следующий у нас день, 1 июня, вы тоже будете торговать? Нет. Потом у нас... Только хлебом и рыбкой. Нет. Я просто вас, знаете, как накажу? УВД само собой. А я вас просто как руководителя предприятия общественного питания на городские мероприятия не пущу и все. Продолжение следует...